Будь Вадим Святым Духом Будь Вадим Святым Духом И давайте сегодня откроем место из Священного Писания Это Евангелие от Матфея Я буду читать с 27 стиха История жизни Иисуса Христа Тут сказано Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали Помилуй нас, Иисус, сын Давидов Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему И говорит им Иисус Веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему Ей, Господи Тогда Он коснулся глаз их и сказал По вере вашей, да будет вам И открылись глаза их И Иисус строго сказал им Смотрите, чтобы никто не узнал А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той Аминь Вот такая вот история из жизни Иисуса Христа И знаете, в то время В то время слепота была страшной, распространенной болезнью в Палестине Отчасти это было результатом воздействия блеска восточного солнца На защищенный, на незащищенный глаз человека Отчасти эта болезнь была результатом отсутствия правильного представления о важности гигиены И соблюдения чистоты Особенно много инфекций переносили тучи грязных мух Эти инфекции вели потом к потере зрения Уже можно сделать два таких полезных вывода для себя Первое Мы живем сегодня в Сочи У нас тоже яркое солнце Храните свои глаза Носите солнцезащитные очки И второе О важности гигиены Сегодня мы живем немного в другое время Слава Богу Медицина не стоит на месте Мы соблюдаем гигиену Соблюдайте гигиену, друзья Она предостерегает от некоторых болезней человека Но я хочу сказать сегодня немного о другом Может быть вам трудно это признать Но большую часть того, что мы делаем в своей жизни Мы делаем по собственной воле А не по воле Святого Духа Мы начинаем какое-то дело Которое кажется на наш взгляд правильным И мы просим Бога, чтобы Он благословил нас Может быть это выбор твоей работы Сфера деятельности какой-то Может быть это выбор в твоей личной жизни И мы уверены, что это правильно И мы просим в молитве что? Господь благослови Господь открой двери Господь веди, направляй меня Но такое бывает Но сегодня я хочу, чтобы мы Научились ждать Послания от Духа Святого в свою жизнь И не только ждать А порой, может быть Жать на тормоза И ожидать четкого направления от Него В своей жизни Очень важно сегодня В жизни верующего человека Слышать то, что говорит Дух Святой Скажите, пожалуйста, аминь на это Может быть Вам кажется, что это займет много времени А что ожидать? Надо действовать Но я хочу сказать сегодня тебе Если вы дождетесь того Что Дух Святой скажет вам делать Результаты превзойдут все ваши ожидания В свое время Когда Ему это угодно А не тебе Скажите, пожалуйста, аминь на это Мы верующие Должны сегодня просить Святого Духа Нас направлять В наших жизнях В наших решениях В наших действиях Возьмем в качестве Примера исцеления Я сейчас скажу, может быть, слово Для тех, кто Молится Или практиковал в своей жизни Молитву исцеления Много священников Пасторов Возлагают руки На тех людей Которые находятся В инвалидных колясках Ожидая, что эти люди Сейчас станут Но проходит Молитва И люди остаются В этой коляске И многие священники Порой Отчаиваются Разочаровываются Многие верующие люди Разочаровываются После того, когда увидели, что Исцеления не произошло Отчасти В виде свое поражения Свою Собственное Бесилие Разве Бог не хочет Исцелять Разве Бог не хочет Сделать так Чтобы этот человек Встал с этой коляски Безусловно Он хочет это сделать Но именно в этот момент Не было, может быть Помазания Для исцеления Именно Таким способом Такое бывает Очень важно Быть чутким И восприимчивым К Святому Духу Если мы хотим Добиться Успеха В любой сфере Своей жизни В исцелении В семье В работе В бизнесе В церкви Мы должны быть Чуткими И восприимчивыми К тому Что говорит Дух Святой Скажите, пожалуйста, аминь на это И воздайте ему славу Только Дух Святой Послушай, дорогой брат и сестра Только Дух Святой Знает все Что и как должно быть сделано Поэтому Крайне важно Научиться Следовать Его водительству Скажите, пожалуйста, аминь на это Я сегодня говорю серьезные вещи Потом я дам Какие-то практические рекомендации Услышьте сегодня Думаю, наглядный пример Восприимчивости К Святому Духу Находится в Евангелии От Матфея Который мы сейчас прочитали Истории жизни Иисуса Христа Двое слепых Где рассказываются Что эти двое Услышали, что идет Вот Иисус Начали кричать Во весь голос Иисус, Сын Давидов Помилуй нас И следовать за им Ну что же делает Христос Мы читаем в этой истории Что Он прошел мимо И не остановился Чтобы их исцелить Это история Из жизни Спасителя Он прошел мимо Тогда нищие Последовали за ним Крича Помилуй нас Иисус Сын Давидов Помилуй нас Иисус Сын Давидов Только давайте На мгновение Представим это Драматическое Зрелище Идет Христос С Ним Множество Учеников Последователей И двое Слепых Которые были В полном Поражении В своей жизни Которые были В полном Отчаянии Услышав что идет Спаситель Начинают кричать Иисус Помилуй нас Исцели нас А Он проходит Мимо И они следуют За Ним По пятам Это слепые люди Это не ты и я У которых два глаза Сегодня Спотыкаясь Идя за Ним Они продолжают Вопить И говорить Иисус Помилуй нас Исцели нас Но Он идет Дальше Такое ощущение Как будто Он Не слышит их Может возникнуть Помилуй нас Иисус Сын Давидов Неотступная вера Этих двух Незрячих людей Как часто Это похоже Сегодня на нас Когда мы Взываем к Богу Когда мы Просим Его О каком-то Исцелении Может быть Для близкого Человека Может быть Мы просим Благословения В каком-то деле Помощи Но ответа Нету Как часто Это похоже На нашу жизнь Сегодня Он следует Дальше И там есть Такие слова Что они Последовали За Ним Они Последовали За Ним Следуешь Лишь ли ты Сегодня Когда Не приходит Ответ От Бога В твою жизнь Тогда Когда ты Этого Хочешь Или твоя Вера Ломается Я хочу Сказать тебе Сегодня Дорогой Брат Дорогая Сестра Бездействия На наш Вгляд Со стороны Спасителя Или Его Слова Нет На нашу Молитву Это не Всегда Плохо Кто Понимает О чем Я говорю Скажите Пожалуйста Амин На это Это не Всегда Плохо Папы Есть Здесь Поднимите Руку Папы У которых Дести Кстати Поздравляю Вас Отцы Сегодня Праздник День Отца Давайте Воздадим Слава Богу За Отцов У меня У самого Скоро Будет Вторая Дочь Слава Богу Так Вот Как Отец Хочу Сказать Бездействие На наш Взгляд Да Или порой Нет По отношению К ребенку Это не Всегда Плохо На это Есть Много Факторов Но я Не Всегда Отвечаю Ответом Да На просьбу Своей Дочери Тогда Когда Ей Этого Захочется Хотя Я Сегодня Всего Навсего Три С Половиной Года И Это Место Из Священного Писания Может Поставить Нас В тупик Но Давайте Сегодня Поразмышляем Об Этом Почему Иисус Не Реагировал На Этих Двух Слепых Почему Он Сразу Не Исляет А Идет Дальше Библия Не Рассказывает Нам О том Сколько Он Следовал В тот Дом В Который Он Пришел Может Быть Это По Времени Занимало Час Может Быть Два Может Быть Весь День Он Шел Но Те Двое Следовали За Ним Следовали Крича Вопя Иисус Помилуй Нас Исцели Нас Спотыкаясь Падая Следовали За Ним И Мы видим Что Они Всю Дорогу Это Делали Неотступная Вера Этих Двух Людей Которая Привлекает На мой Взгляд Внимание Читателя Наконец Иисус Иисус Мы видим Подошел И Задал Им Всего Один Вопрос Веруете Ли Что Я Могу Сделать Это Веруешь Ли Ты Что Я Могу Сделать Это Сказал Спаситель Тем Слепым Они Ответили Да Веруем В Один Голос Или нет Не знаю Мы не читаем Об этом И он Отвечает По вере Вашей Да Будет Вам Почему Не исцелил Их Тут же Как только Понял Что Они Слепы И Почему Ответил По вере Вашей Да Будет Вам История Которая Может Поставить Тупик Я Хочу Сказать Каждый Раз Когда Дух Святой Побуждал Иисуса Исцелять Он Исцелял Он Действовал Когда Дух Святой Побуждал Его На это Действие Но На тот Момент Побуждения От Духа Святого Не было И Он Задействовал Собственную Веру Тех Двух Людей Которые Следовали Неотступно За Ним Такое Сильное Слово Они Последовали За Следовали За Ним Час Два Мы Не знаем Но Они Следовали За Ним В Другом месте Есть такие Слова Евангелие От Матфея 17 глава 20 стих Иисус Сказал Ученикам Своим По неверию Вашему Когда Помните Он Не мог Когда Ученики Не могли Исцелить Бесноватого Он Говорит По неверию Они Задали Ему Вопрос Почему Вы Не могли Это Сделать Он Говорит По неверию Вашему Некоторые Верию С горчичной Зерной Скажете Горесией Перейдя Отсюда Туда Она Перейдет И ничего Не будет Невозможного Для вас Там Говорится О вере А не О постах И молитве О вере Человека В другом месте Апостол Павел Продолжает Разговаривая О вере Да С Церковью Евреям Послание Он Говорит Верой Верой Есть Осуществление Ожидаемого И уверенность В невидимом Скажите Пожалуйста Уверенность Уверенность В невидимом Каждый раз Когда Дух Святой Побуждал Иисуса Исцелять Он Исцелял Так Нам Рассказывает Библия Историю Жизни Иисуса Христа В другом Месте В Евангелии От Луки В 6 главе В 19 стихе Говорится Ибо весь народ Искал Прикасаться К нему Потому что От него Исходила Сила И исцеляла Всех Когда От Иисуса Исходила Исцеляющая Сила Исцелялись Все Когда Она Не исходила Иисус Даже Не пытался Исцелять Он Учил Общался То есть Не надо Думать Так Что Он Исцелял 24 на 7 Были И другие Периоды Помимо Исцеления Когда Он Просто Вел Диалоги Со Своими Учениками Со Своими Последователями Когда Он Учил В храме В синагогах В Евангелии От Иоанна В 5 Главе В 30 Стихе Иисус Говорит Ученикам О своей Полной Зависимости От Духа Святого Давайте Прочитаем Эти Слова Я Ничего Не могу Творить Сам От Себя Как Слышу Скажите Слышу Так И сужу И суд Мой Праведен Заметьте Иисус Сказал Как Слышу Подожди Кого Он Слышал В тот Момент Иисус С кем Ты Разговаривал Может Быть Сам С собой Может Быть Еще С кем Ты С кем Ты Вел Диалоги Внутри Себя На тот Момент Иисус Прислушивался К тому Что Говорит Дух Святой В его Жизнь В его Служение И дальше Там Говорится Как Слышу Так И сужу И в нашем Русском Лексиконе Мы порой Понимаем Что Под словом Сужу Идет какое-то Осуждение Суд Как приговор Да Но если Но если Мы увидим Перевод С греческого Языка Этого Слова То он Звучит Следующее Слово Судить Суд Это перевод Означающий Принять Решение На основании Представленной Информации То есть Это когда Человек Услышав Информацию Принимает Определенное Решение Иисус Слышал И принимал Решение А не осуждал Как мы себе Порой Понимаем В этом Стихе Он Принимал Решение Как Слышу Так И сужу Ты понимаешь О чем я говорю Сегодня Дорогой брат Дорогая сестра Скажите Пожалуйста Аминь на это Прислушиваешься Или ты Сегодня К тому Что говорит Дух Святой В твою жизнь Значение Этого слова Свидетельствует О том Что Иисус Ничего не Предпринимал Пока не получал От Святого Духа Нужную Информацию Нужное Направление А когда Получал Он Начинал Действовать Скажите Действовать Когда получал Когда Слышал Тогда Он Начинал Действовать Вот он Алгоритм Последовательности Жизневерующего Человека Который Ты и я Должны брать Глядя На пример Нашего Спасителя Услышал И стал Действовать Некоторые Слышат Но Бездействуют А некоторые Не слышат Есть две Крайности Но мы Видим Как Действовал Наш Спаситель Он Прислушивался А потом Действовал И поскольку Он Действовал Так Как Направлял Его Дух Святой Он Во всем Имел Успех Скажите Пожалуйста Аминь На это Полный Успех Потому что Следовал Водительству Духа Святого Полный Успех Нашего Спасителя Потому что Следовал Скажите Пожалуйста Следовал Водительству Духа Святого В самом Начале Своего Служения Когда Он Только Принял Водное Крещение Есть Такие Слова Евангелист Повествую Эту Историю Говорит И тогда Дух Повел Иисуса В пустыню Дабы Подвергнуть Его Искушению Дьявола Дух Святой Повел Его В пустыню Он Услышал Его Призыв И последовал Ого Дух Святой Ты Повел Для Искушения Кого Для Искушения Дьявола Представьте Только Эту Историю Вот Это Дух Святой Повел Может быть Куда-то В другое Место Дух Святой Там Где Благодать Там Где Радость Там Где Благословение Сыпется Но так же Хочется Да Чтобы Именно Туда Повел Дух Святой Или У меня Только У одного Такого Желания Но мы Видим Тут В этой Истории Что Дух Святой Повел Туда Может быть Куда Не Хотелось Но Христос Последовал В самом Начале Своего Пути И В самом Конце Своего Пути Жизни На земле Иисус Последовал Туда Куда На мой Взгляд Ему Далеко Может быть Не Хотелось В начале Для искушения В эту Пустыню А в конце Своей Жизни На крест Голговский Иисус Иисус Не Придерживался Предварительно Составленного Плана И Не Реагировал Спонтанно Когда Сталкивался С чьей Либо Нуждой Или Прежде Чем Совершить Какое Либо Действие Он Не Реагировал Спонтанно Скажите Спонтанно Это Пример Для Нас С вами Братья Сестры Не Реагировать Спонтанно В своей Жизни Когда Мы Что-то Слышим Когда Сталкиваемся С чьей Либо Нуждой Если Ты Даятель Бизнесмен Богатый Человек Многие Люди Обращаются Хочу Сказать Не Реагируй Спонтанно Послушай Что Дух Святой Говорит В твою Жизнь Послушай Что Дух Святой Подсказывает Ты Помни Что Сердце Человека Крайне Лукавое Испорчено Прежде Чем Действовать Куда То Идти Что-то Делать Послушай Что Говорит Дух Святой Пообщайся Задай Вопросы На его Примере Мы должны Научиться Сегодня Полностью Зависеть В своих Действиях От Святого Духа Полностью Зависеть В своих Действиях От Святого Духа Куда Поехать И Что Начать Делать Скажите Пожалуйста Аминь На Это Если Порой Бог Действует Так Нам Кажется Что Это Бездействие Но Это Действие Потому Что Бездействие Это Тоже Действие Немного Информации Такой Сложной Для Размышления Порой Бог Действует Так Чтобы Задействовать Именно Твою Веру Твою Веру Не Веру Твоих Родителей А Именно Твою Веру Как Он Это Сделал У Тех Двух Слепых Он Бездействовал Но Задействовал Их Собственную Веру Именно Так Вопрос И Звучит А Веруешь Ли Ты Что Я Могу Сделать Это Доверяйся Ему Хочу Сказать Тебе Сегодня Доверяй Ему Даже Если Ты Не Видишь Результата Даже Если Может Быть На Твой Взгляд Бог Не Отвечает Тебе Сегодня Или Бездействует Или Приходит Разочарование Именно В этот Момент Подкрадывается Нехороший Голос Который Говорит Тебе Он Не Отвечает Он Не Такой Как Прежде Зачем Ты Тратишь На Это Свое Время На Эту Церковь На Это Служение На Этих Братьев Именно В этот Момент Когда Мы Порой Начинаем Ломаться Но Я Хочу Сказать Тебе Сегодня Продолжай Доверять И Следовать Скажите Пожалуйста Следовать Как Следовали Те Двое Слепых Может Быть Они Следовали Именно Потому Что Им Нечего Было Терять Но Они Шли Может Быть Это Было Так Унизительно В Глазах Других Окружающих Но Они Следовали И Кричали Помилуй Исцели Они Они Доверяли Ему Они Доверяли Ему И Как Прекрасный Исход Их Неотступной Веры Открытые Глаза Которые Пали Первый Раз В Их Жизнях Именно На Спасителя Открылись Глаза И Кого Они Увидели Впервые В жизни Именно Спасителя В той Жизни В которой Они Находились В поражении В слепоте Нищие Отверженные Обществом Они Открывают Глаза И Видят Спасителя Таков И тот Каждого Кто Следует За Ним И Не Ломается Кто Доверяет Ему Вера И Доверчивость Так Близкие По Смыслу Слову Доверяешь Ты 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 Свою Жизнь Может Быть Нет Ответа Я Хочу Тебе Сказать Доверяй Продолжай Следовать И ты Не Будешь В поражении Ты Не Будешь В счастлив Тех Тех Лузеров Проигравших Потому Что Ты Увидишь Это Вопрос Времени Своего Спасителя Того Кто Скажет Тебе Поверь Твоей Да Будет Тебе Явив Своё Благословение Как Он Это Сделал Тем Двум Слепым Итак Первое Порой Бог Действует Так Чтобы Задействовать Именно Твою Веру И Второе Вывод Который Я хочу Чтобы Мы С Вами Сделали Основной Посыл Сегодня Будь Вадим Святым Духом Как Это Показал Нам На Практике В Своей Жизни Наш Спаситель Как Слышу Так И Действую Другими Словами Сказал Он Будь Вадим Святым Духом Это Предостережет Тебя От многих Ошибок В твоей Жизни Будь Вадим Святым Духом Доверяй Ему Доверяй Ему Иисус Сказал Я Я Хочу Прочитать Сейчас Тебе Его Обещание Он Сказал Это Обещание Каждому Кто Верит В Него И Он Пообещал Я Пошлю Вам От Отца Дух Истины Который От Отца Исходит Он Будет Свидетельствовать О Мне Я Пошлю Вам От Отца Дух Истины Немного Практических Рекомендаций Может быть Сегодня Послание Для тебя Непростое Немного Практических Рекомендаций Ты можешь Сказать Послушай Брат А как Слышать А как Понять Как Научиться Слышать Его Слышать Того Кто Будет Направлять Меня Как Верующего Может Быть У тебя Сегодня Вообще Нет Этих Отношений С Духом Святым Такое Небольшое Упражнение Я Как Одно У меня Из Специальностей Это Тренерская Такая Деятельность И вот Приходя В тренажерный Зал Там Есть Определенные Упражнения Так вот В христианской Практике В духовной Практике Аскетики Что такое Аскетика Это упражнение В духовных Целях Есть Такое Понятие Как Молитва Созерцания Молитва Созерцания Поиска Его Я хочу Вам Порекомендовать Как Научиться Слышать Его Практику В своей Жизни Молитву Созерцания Что Это Значит Отключи Все Закрой Свою Дверь Где Не будет Ни Жены Ни Детей Где Не будет СММ Сообщений Каких-то Где Никто И Ничто Тебя Не будет Отвлекать И Не Беги К Нему С Этим Списком Господь Благослови Там 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 Все Это Мне Нужно Практикуй Такую Молитву Когда Ты И Он И Просто Молчание Послушай Просто Помолчи В Его Присутствии Просто Замолчи И Послушай Что Он Говорит Я Хочу Тебе Сказать Сегодня Любая Сложная Ситуация В Твоей Жизни Любая Сложная Ситуация В Твоей Жизни Если Ты Верующий Человек Бог Будет Направлять Тебя Бог Будет Отвечать Нас Бог Он Бог Отвечающий Важно Научиться Его Слышать Важно Научиться Его Слышать Практикуй Такую Молитву Не Только Молитву За Нужды Эту Молитву Тоже Нужно Практиковать Но Пусть Не Будет Только Такая Молитва У Тебя Сегодня Молитва Перечня Твоих Проблем Твоих Забот Твоих Путей Господь Благослови Знаю Что В Этом Есть И Моя Воля И Твоя Пусть Не Будет Только Такая Молитва У Тебя Пусть Будет И Молитва Созерцания Поверь Мне Ты Научишься Поверь Мне Бог Будет Говорить Дух Святой Будет Говорить В Твою Жизнь В Моей Жизни Так Работает К Сожалению Не Всегда Получается Закрываться От Всего И Всех Но Очень Часто Я Слышу Направление Слышу Внутренний Голос Духа Божьего Который Говорит Мне Супруге Моей Можешь Попросить Наставника Помочь Тебе В этом Если У тебя Нет Наставника В твоей Жизни Найди Такого В Библии Много Примеров Когда Бог Использовал Как Сказано В Писании Божий Человек Там Есть Такой Термин Божий Человек Самуил Еремия Елисея Илья Много Пророков Божьих Людей Которые Слышали Которые Слышали Что Бог Хотел Много Примеров Пусть Будет Божий Человек В твоей Жизни Может Быть У тебя Не Получается Может Быть Ты Сегодня Сомневаешься Проходи Вместе Какие-то Пути В своей Жизни Со Своим Наставником С тем Божьим Человеком Который Будет Подсказывать Вместе Молитесь Берите Эти Посты Прислушивайтесь Вместе Потому Что Библия Говорит Что Двоим Лучше Нежели Одному Двоим Лучше Один Может Легко Оступиться И так Говорит Нам Слово Его Горе Когда Один Оступится Рядом Не Будет Того Кто Поднял Б Его Товарища Горе Такому Человеку Итак Что Скажете Готовы Ли Вы Сегодня Попросить Святого Духа Направлять Вас В жизни И стать Вашим Предводителем Есть Такие Слава Богу Рациональное Христианство Знаете Сегодня Такой Термин Часто Мы Слышим Рациональное Христианство То есть Когда Мы Движемся Больше Разумом А не Сердцем Тому Что Тут Нам Подсказывает А не Только Тут Я Хочу Сказать Тебе Сегодня Рациональное Христианство Неплохо Неплохо Но Гораздо Лучше Если Твое Рациональное Христианство Если В твоем Рационализме Будет И Послушание Тому Что Говорит Дух Святой В Твое Сердце Скажите Пожалуйста Аминь на это И воздайте Ему Славу Я Хочу Сказать Есть Такая Фраза Без Голгоф И Не Было Бы Пятидесятницы Знаете Что означает Эта фраза Дух Святой Он Всегда Был Дух Божий Книги Бытие Говорится В самом Начале Носился Над Водою Над Твердию Дух Божий Он Был Всегда Но Люди Его Больше Знали Как Силу И Мы Видим Как Эта Сила От Духа Божьего Сходила На Пророков На Самсона Который Делал Какие-то Неимоверные Вещи Вырывал Петли С Городских Ворот Ну Вырывал Точнее Говоря Ворота Представьте Ворота Это Не дверка Вот Эта В Нашу Церковь Ворота Как Можно Вырвать Ворота С Петлями